Макаты, катаемся. Солнце то вышло сильно, сейчас опять заходит, но очень тепло. Там где-то Илья с коляской. Сейчас поедем туда, на набережную дальше. Вот оно, море! Как я обожаю звуки моря. Уже молчу про то, что здесь просто потрясающий аромат солёной воды. Класс! Кайф! На каждом шагу вот такие вот пункты проката. Берёшь через приложение велосипед, либо электросамокат и гуляешь. Вот Кирилл шёл! Смотрите, как здорово! Очень классно. Такая атмосфера, прикольная. И вот такая огромная прогулочная зона. Мы поменялись, Илья теперь на электросамокате где-то катается, а я Лёву качу. Очень классно, вон там морюшко. Мои мальчишки. Лёва недоволен, он уже, наверное, хочет спать. А Кирилл всё? Доволен? Да. Вон как классно. Ну, вон куда уже далеко. Зашли прям по набережной. Везде-везде самокаты. Здесь хоть как-то растительности побольше. Какой-то парк, что ли. Мы тут дошли до какой-то, видимо, то ли центральной набережной. Не знаю, ну тут народу. Просто тьма. Зато куча всяких кафешек. Вот у народу очень много. Я так не люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. Он тяжёлый. Так. Готово? Готово, давай. Вот это да! А, он подпрыгнул как. Ничего себе! Вот он вообще. Давай. Обалдеть, он прыгает прям. Как ты это делаешь? Я вот честно думаю, что это невозможно. Просто камни прыгают по морю. Ха-ха-ха. У нас обед в таком кафе, который специализируется на мидиях, да, по-моему. Мидийное называется. Сейчас будем пробовать. Мне вот вид на горы даже больше нравится, чем на море. У меня тут суп из мидий. И вот ещё мои мидии. Ой! Ладно, вкусные такие. Вкусняка! Погода в Сочи не только переменчива, но ещё и обманчива. Кажется, вроде пасмурно, но я умудрилась обгореть. И Илья тоже. И даже чуть-чуть Лёва подгорела. Только Кирюша у нас нормально. Илья тоже. Не понятно. На отдыхе стараюсь максимально обходиться без макияжа. Даю коже отдохнуть, ресничком восстановиться. Взяла с собой вот такую сыворотку X-Lash для роста ресниц. Буду делать курс. В прошлый раз была очень довольна, как и миллионы девушек. Сами посмотрите отзывы у них в Инстаграм. Пользоваться сывороткой очень легко. Я её наношу раз в день, где-то за час до сна, по линии росту ресниц. Она без цвета, без запаха. Полный курс 3 месяца. Но результат уже виден через 3-4 недели. Сыворотка, кстати, помимо того, что стимулирует рост ресниц, она ещё активно за ними ухаживает. Они становятся прям темнее и гуще. В основе сыворотки пептидная формула. Абсолютно не гормональная. Поэтому можно даже беременным и кормящим. Я не наращиваю реснички, стараюсь ухаживать за своими. Но знаю, что даже после наращивания эта сыворотка очень хорошо восстанавливает. А ещё мне очень приятно. Мне дали для вас целых 20% скидку по промокоду Ольга на сыворотку Икслэш. Мы тут вдоль этой горной речки нашли какой-то парк. Здесь вот цветёт. Пальмы, вон они. Кипарисы. Такие высоченные. Сейчас пойдём дальше на разведку. Китьки поют. Теперь идём в другую сторону от набережной. Здесь более туристический. Вот. И вот здесь вот сейчас речка будет впадать в море. Сейчас посмотрим. Я не знаю, что это за набережная. Обязательно посмотрю потом. Но здесь есть и всё. И Киевский, и Макдональдс. И собаки. И вообще здесь очень даже прикольно. Сегодня, правда, прохладно. Ладно, но набережная такая тоже интересная. Это через мост от нашего отеля и Меретинского. Через горную речку вот такая вот набережная. Я приятно впечатлена. Посмотрите. Вот если бы не прохладная погода, но такое вот милое кафе, веранда, прям с видом на море. Шикарно. Классно. Прям релакс. Прям релакс. У нас сегодня солнечно. Ура! Правда, не очень прям тепло. И ветер прохладный. 15 градусов сегодня обещают. Но солнце. Мы на крыше нашего отеля. Ну, летом здесь, наверное, вообще классно. Но пока все не обустроено. И ветерок дует. Так вообще вид классный. Наверное, время здесь летом проводить тоже классно. А вот там ресторан, в котором мы завтракаем с верандой. Но, к сожалению, веранда тоже не работает, пока холодно. Ой, Лёва, ты что такой капризный? В Лёву лицо. Просто не самое счастливое. Всё. Ну, конечно, мы дошли по закоулкам в этот парк Южной культуры, который так все советовали. Вход платный. Сколько стоит вход? Вон парк, смотрите. Красиво. Всё. Билеты стоят взрослые 300, детские 150. И на Лёву бесплатно. Мы заплатили 750. 750 рублей за нашу компанию. А сейчас посмотрим, что за парк. Ну, пока красавец. Какой аромат. Просто. Как вкусно. Это экзохорда. Экзохорда. Пахнет экзохорда. Сегодня синий небо, наконец-то. Настоящая весна. Воздух прохладный, но всё равно. Смотрите, какая красота. Что-то розовое. Мексиканта. В общем, дорога стоила того. Мексиканский проект. Ну, все названия растут. Давай, ты будешь нашим курсоводом. Лох злотичный. Лох злотичный. Ну, такие тоже бывают, да. Лох так и лох. Он так посмотрел, ты что там про меня говоришь, а? Это наезд на тебя. Нечего про меня, ничего там придумать. Это моржевельник. Китайский моржевельник. Ой, ты вот слушай, как у мамы, по-моему, это Ярослава. Вот помнишь, мы его постригали постоянно. Он низкий такой. Это китайский моржевельник. На парк здесь. Там пруд. Этот парк однозначно стоит посетить. Парк Южной культуры. Посмотрите, как красиво. Какой пруд. Какая природа. Просто фантастика. Смотрите, какая красивая сакура. Просто прелесть. Парк Южной культуры. Ой, девушка подойдет. У нас руки попробовать хотела, да? Замрион. Вот это пребывается. Не пугай тебя. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, наверное, какой кайфушный